Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему заказу по четвертому каталогу AVEN за 2016 год. Если бы сегодня кое-что не случилось, то я бы, наверное, закончила свое общение с AVEN, потому что была несколько разочарована, возмущена и прочая-прочая-прочая негативная эмоция. Во-первых, у меня делала подруга заказ по купону. Вот сейчас как раз приведу к обзору этот, кажется, тональник люкс. Ну, я не буду его распечатывать. Могу только там какой-нибудь тон сказать, какой тут. Вообще, фиг знает, какой тут тон. Ну, может быть, в каталоге покажу. И, соответственно, блеск для губ. Она вообще хотела помаду, но я ей показала такое предложение, она выбрала его. Соответственно, за 505 рублей. И сейчас как раз я нашла этот каталог. Сейчас попробую его найти. Именно что она заказывала, какой тон. Вот недалеко ходить. Вот такой был блеск, будет точнее есть. И был тон, вот такой натуральный тон, номер 3008. И блеск экстравагадный коралл 6,24,24. Суть такая, что делаю я заказ. Было у меня еще три продукта от другой библиотекарши с моей бывшей работой. Очень бывшей работой. И купон не пробивается. Цена остается такой же. Пишу своему девочке, которая меня регистрировала. Там вообще в регистрации была песня, конечно, это другой разговор. Но разговор сейчас не об этом, а об обзоре. Об Эйвановском заказе. И она говорит, что да, наверное, там пробьется эта скидка. Все, то есть все, пятое, десятое. Получается у меня за счет всяких скидок минимальный заказ на 1670 где-то. Плюс еще пара пробников. Вроде все бесплатная доставка, все такое хорошо. И тут дня через два захожу я в свой Эйвановский кабинет представителя. И мне выносится такое, что вот такая-то сумма. Думаю, надо же скидка всего лишь 200 рублей. Что-то такое. Оказывается, все-таки скидка пробилась по этому купону. Но заказ вдруг уменьшается. Скидка у меня там только на один продукт была 15%. Скидка становится 15% на все. И мне прибавляется еще доставка. Ну и, соответственно, мне пришла до этого смс, что я уже как седьмая у меня компания. Я могу пользоваться баллами в клубе Эйван Эксперт, кажется. Я заказываю там жидкое мыло. Вот, кстати, из этой серии. Это как раз и заказа у меня. Цитрусовый заряд. И бирку для чемодана, которая мне бы пригодилась где-то там в феврале. На самом деле у меня это все снимается. Никаких баллов у меня не расходуется. Ну, все-таки возвращается, конечно, плюс в этом. Но я, оказывается, не могу еще заказать. Хотя у меня уже седьмая компания. По этому эксперту. Думаю, ладно, фиг с вами. Ничего. Мало того, что я не могу заказать. Так у меня еще делается. Мне доставка. Хотя у меня уже был как-то заказ. И вместе со скидками на 1200 выходило. Хотя минималка была на 1600 достигнута. Еще что-то. И все нормально как-то проходило. А тут мне суют эту доставку. Делают скидку 15%. Никаких баллов мне не начисляют. Хотя все условия выполняла все семь компаний подряд. И у меня дикое разочарование. Ну, а теперь у нас переход к обзору моего заказа. В общем, это был Машин заказ. Соответственно, скидки я... Так как Маша мне кое в чем помогала. И вообще на моя подруга. Я ей оставила эту скидку 500 рублей. Ну, в смысле 600. В том плане, что это вот весь набор. Этот вот так у нее и останется за 500 рублей. Это у меня был заказ шампунь для волос фитоукрепления крапива и лопух. 250 миллилитров. Это как раз вот одна из трех продуктов. Одна треть заказа для Риты. Которые я понесу в среду в библиотеку. Потом она у меня заказала бальзам-уход авокадо и миндаль для волос. Из серии Naturals. Кстати, тоже оба Naturals. Не знаю, нисколько она себе или в подарок брала. Как-то там, в общем, несколько загадочно было. И вот этот шампунь на 400 миллилитров для окрашенных волос защита цвета. Я, кстати, потом такой тоже хочу попробовать. Но не именно такой, потому что сейчас у меня уже натуральный цвет волос. Я хочу попробовать просто из этой серии. Получилось как? Я когда это все увидела, конечно, оплатила. И меня еще напрягает такой момент, когда я стала заниматься. Тогда вроде можно было где-то платить без процентов. Но почему-то у нас в городе уже нельзя было без процентов платить. Допустим, за Гринмаму или Фраше вы платите с карты вот точно так же, как была сумма, так и есть. Ладно, это и мелкий минус. Это можно простить. В принципе, занимаешься скидкой кук-плят. Но я решила, что раз у меня там баллы копились, баллы я не тратила. Потому что, в принципе, посылка сама по весу была тяжелая. И мне думалось, как я ее вообще допру сама. И как-то думаю, в другой раз я их потрачу. Там у меня накопилось, кажется, 68 баллов. В результате я, извиняюсь за выражение, психанула. Сделала заказ всего того, что я хотела когда-либо. Вывание так откладывала там из-за того, что вот оно тяжелое, вот это тащить, да зачем оно мне надо. Ну, про запас там всяких гельков заказала. По тому же четвертому каталогу и второго февраля его буду забирать. А скорее всего, первого. Ибо я забираю все-таки по понедельникам. Неофициально, так сказать. Ну, и тратила баллы. И тут получается так, что я получаю этот заказ, захожу в магазин. А у меня на днях буквально два пуховика в зале долго жить. В шубе кроличьей до пола ходить как-то тяжеловато. Плюс она рассчитана на минус 30. Сейчас вроде мне как-то жарко. У нас хотя сейчас минус 16 где-то так. Даже около минус 20. Ну и в мелкой шубке я как-то больше привыкла, когда у меня, извиняюсь, нижнее полушарие мозга закрыта. Она, конечно, чуть-чуть закрывает, но все равно как-то холодновато. Здесь вот раскрыто это все. И вообще дизайн дела моя сестра. Она сказочная, я не хочу сказать ничего плохого о сестре. Она очень хорошая. Но когда она что-то хочет в шмотках, мама у меня шила. Шила она круто. Но у Тани, видать, это по генам передалось. И она просто на заказ делает какие-то вещи. И иногда эти вещи, о, мама мия. Дизайнеры какие-нибудь крутые отдыхают. Вот суть такая, что мне понадобилась какая-нибудь теплая шмотка. Что именно я хотела, я не в курсе была. Но пуховик я уже не хотела. Но зашла я у нас в местный магазин, в филиал Ашана Атак. Там всякие магазинчики со шмотками. Смотрю, половины магазинчиков нет. Ну и я увидела, точнее так, вот вкратце разговаривались. И получилось, что у меня случайно получился новый клиент. Но не отказывать же человеку, учитывая, что человек мне делал скидку в тысячу рев. Мне костюм горнолыжный обошелся в четыре с половиной. В общем, вот тут чуть-чуть штанышки. Это уже так. Почему у меня еще, так сказать, осталось немножко его на общение с ним. И поверх такая куточка. Светлая голубая. Конечно, она вся тут не влезет. Я потом, может, ее все-таки зафоткаю. И завтра Маша меня сфоткает. Вот такое вот чудо природы. Ну и человек у меня заказал около 800 рублей на бортом парфюмерной. Как раз по третьему каталогу, который мне вложили. И, видимо, он будет действовать. А теперь я перехожу к своей части заказа, которую я просто вот себе заказывала, потому что хотела. Это вот крем для рук. Я так понимаю, что это новый. Эван Кер. Розовый жасмин. Крем для рук и ногтей. С ароматом жасмином, витамином Е и глицерином. Увлажняющий для нормальной и сухой кожи 100 мл. Вообще, я когда-то дарила своей бабуське духи розовый жасмин. Он очень вкусно пах. Сам этот аромат. Я решила, что, наверное, ну, потрешь бумажечку, понюхаешь страничку. Как-то это не всегда передается. Я решила заказать. Просто попробовать. И вот он пахнет, в принципе, совершенно не похож на эти духи. Мне кажется, немножко даже какой-то овсяной кашей с какими-то вкусняшками. Кстати, надо его попробовать, потому что Женька мне антирекламила этот, именно эту серию. Он быстро так выкинулся. Белый. Хорошо наносится. Не то, чтобы сказать, что он быстро впитывается, потому что кожа какая-то такая немножко скользкая становится от него. Хотя скользкая она именно на наружной стороне. На внутренней она вполне нормальная. Ну и приятный такой аромат. В общем, я не расстроилась, что я его приобрела. Пригодится. Хотя я сейчас пользуюсь последнего своего закупа в Ифраше. Вот этим кремиком. А он у меня почти уже закончился. Как кто-то мне в комментариях тогда сказал, что все уйдет, действительно все ушло. В смысле уходит. В общем, заказала я себе райский сад. Романтичный райский сад. Скраб для тела. 200 мл с витамином Е. Отшелушивающий. Эйвен Сенсус. Так как гель этот у меня все время был на заказ. И сами гель Сенсус мне не понравились по мелкости. А скрабы очень понравились. То я заказала именно вот такой вот вариант. Этого райского сада. Потом взяла про запас Эйвен Сенсус. Отшелушивающий, который у меня уже был. Пробуждающий цитрусовый заряд. Скраб для тела тоже с витамином Е. 200 мл. В общем, он мне очень нравился. Нравится. И может быть, если вот где он там еще будет, я его еще закажу. Потом, как я собиралась в прошлом обзоре на третий каталог, на свой заказ, вот эту пену для ванн, я ее действительно заказала. И в том заказе, который я буду забирать 2 февраля, то бишь первого, там будут уже 2 таких пены для ванн. Ну, так я заказывала про запас. Вот так вот. Малина Орхидея. Кстати, очень классная пена. И пена хорошо держится. Потом набор вот этих гелей детских. Две вишенки. Это было, по-моему, 259 рублей. Гель-пена. Вишневая радость. Она мне тогда очень понравилась. И хорошо пенится. И пена хорошая. И кожу увлажняет. И вообще ощущение, что для детей делают как-то лучше, чем для взрослых. Наверное, дети чем-то отличаются от взрослых. И еще детский гель. Тоже гель-пена для тужи. Оранжевое настроение с апельсином. Те-то я уже тогда смотрела. Они пахли вишенкой. Ну, вот тут, не знаю, возле видно. Цвет тут немножко на крышке такой. Он действительно пахнет вишенкой. Вот это у нас апельсинчик. На крышечке нечто оранжевое. Дает пузырик. А вот запах я не чувствую. Может, у меня просто крем перебивает. Так, она, кстати... Сам флакончик все-таки, наверное, прозрачный. А вот она действительно как красное вино. Нинкерман какой-нибудь. И еще я взяла себе пробник помады. Как раз вот новой. Это Аленка их тогда не делала в обзоре. Не попали они у нее это у нас... Что это у нас такое? По-моему, она была все-таки глянцевая. Никаких на ней обозначений нет. Сейчас я ее все-таки вскрою, посмотрю. Ну, и сделаю, соответственно, скотч. Ой. О-моё. Фильм строишь, называется. Так сказать, молока шиела. В детстве. Когда-то у меня была помада от Арифлейм. Мне дарилась сетра, наверное, в 2002-2001 году. Там была помада и билет для помады бронзовый. И вот это должна была быть бронза, да? Это бронз что-то такое. Бронз номера тут нет. Как в каталоге она выглядит немножко по-другому. Куда-то я каталог уже делаю. Так. Вот такой. Не знаю, как насчет бронзы. Ну, что-то такое коричневое. В общем, попользую я ее. Может быть, потом закажу. Она мягкая, кстати. Но на руку она хорошо наносится. И пробник новых духов, которые, в принципе, были предоставлены в каталоге уже в третьем. Сейчас я вспомню, что же это такое. Силки, софт, муск. Просто на пробу. Потому что что-то я потерла страничку, ничего не поняла. В общем, не сказать, что это какой-то офигеть новый аромат. Хотя для меня, по-моему, это новый аромат. Даже не знаю, чем оно пахнет, но очень вкусно. Я думаю, я его все-таки, раз уж я пока еще не распрощалась с Эйвен, я его закажу. В общем, что я, надеюсь, все уложилось, что хотела я сказать в своем обзоре. Но в Эйвене, в общем, и этот купон, кстати, да, вот по самому купону. Для меня это был первый купон. Я думала, о, там же написано, что-то скидка, то-се. Значит, делаешь заказ, скидку с 60% скидки от вашего заказа, то-се. Думаю, сейчас вот этот купон как-то там прикладывается, куда-то пробивается. Делаешь заказ, допустим, даже на 2000, и у тебя скидка вообще, и скидка еще по купону. Ну, нифига подобного. Там все-таки этот купон действует на очень ограниченное количество продуктов, как выяснилось. Но продавец сам себя не обманет. Если бывают у вас где-то распродажи, то делите эти распродажи, эти цены на три. Получите самую настоящую сумму, вот я так думаю. Ну, а в Эйвене, именно благодаря этой моей тезке, как тоже выяснилось, что ее зовут Оля, Ольга, мы с ней договорились, она у меня вот заказала там набор парфюмерный, парфюмированный или что-то такое, ну, туалетная вода, там еще что-то такое. И получается, что все-таки по третьему каталогу я буду делать заказ. Ну, и по пятому, который я еще не смотрела, увидела его только в украинской версии, где не особо понятно, что и как по ценам, и что это такое вообще. Видимо, все-таки я еще два каталога с Эйвеном проживу. Вот так. Хотя у меня там еще оставались баллы за прошлый заказ, там 23 что ли балла каких-то осталось, они все-таки остались. И мне просто интересно, когда я начинала, мне там говорили, что в честь дня рождения там куда-то что-то будет начисляться, мне просто интересно, как это будет выглядеть. Если в Гринмаме посылают какой-то подарочек, чаще всего, ну, последние три года ненужный, но обычно какой-то кремик интересный. Если в Ифраше дают код бонуса на духе, или маленькую водичку 5 мл мне в прошлом году дали, кажется, нерольки, нероли в этом официальном магазине, то мне интересно, что же будет в Эйвене. Хотя по некоторым причинам, по пятому каталогу, где-то ближе к концу февраля, я не смогу ни делать заказ, ни забрать, просто физически. Хотя, ну, не знаю, как там уж вообще это будет. А если вам все-таки интересно, потому что видео, много фактов о себе, я все никак не запишу, к сожалению, все как-то не получается, еще много чего, что обещала, тоже не получается сделать. День оленя у меня 14 февраля, день Валентина. Такой, мягко говоря, дурацкий день. Ну что, наверное, на этом мой обзор закончен. Если вам было это видео интересно, то я буду рада. А еще просто немножко не в тему вылезти. Я там заметила, кто-то на меня подписывается специально, чтобы ставить пальчик вниз. Люди, мне так прикольно. Вы, я так понимаю, чтобы поставить пальчик вниз, на хоть секунду посмотреть этого всего бреда, который я несу иногда на камеру, вам действительно нечем заняться. Вот так вот идете на чей-то канал и так, пшик, минус, да? Пшик, минус. Цирк. Я вам, наверное, даже местами завидую. У вас есть свободное время. Я вот, если бы оно было у меня чуть побольше, я бы, наверное, записала уже это дурацкое видео с кучей вопросов и еще много чего сделала. Ну и спасибо вам за внимание. Всем удачки и пока. Субтитры сделал DimaTorzok